От боевого искусства до народного танца. Возле 700-летнего запорожского дуба стартовал фестиваль детского ГПК. И хоть проводится он впервые, уже собрал около 600 участников со всей Украины. Танцоры готовятся сплясать, не жалея ног. С тонкостями исполнения ГПК познакомилась и Мария Соболевская. Изначально ГПК считался исключительно боевым искусством. Армия князя Святослава с помощью танцев обучалась элементам боя. Позже ритмичные воинственные движения пришлись по душе и запорожским казакам. Сейчас поклонники ГПК ни с кем не воюют. Для них это просто народный танец. Юным артистам из восьми городов Украины предстоит на запорожском фестивале показать, как они умеют танцевать. Участники из Кировограда, эксклюзивно для телеканала МТМ, приоткрывают тайную завесу, чем они будут удивлять зрителей и жюри. Это свитонковый млин, номер, в котором мы показываем полностью сюжет от того, как вырастает колосочек, как его собирают, как перерабатывают на пшеницу, как получается мука и как получается потом пирожок из этой муки. Впрочем, возможность проявить себя на фестивале будет не только у танцевальных коллективов. К выступлению готовятся еще и вокалисты. Мета именно этого фестиваля – это, во-первых, объединить детей в творческом процессе. Это познакомить детей из разных областей, познакомить их с теми традициями, которые есть на запорожской земле. У жюри готовность номер один. Уже знают, выбирать лучших танцоров и певцов будет непросто, ведь все участники, в первую очередь, дети. А вот требования как к профессионалам. В танцах будут оценивать хореографию, артистизм и костюмы, в вокальном конкурсе «Голос» и подачу произведений. Взагалі судити важко, тому що ти вирішуєш чуюсь долю, а діти, вони дуже вразливі. Тому ми намагаємося безпредвзято підходити до виступу кожного конкурсанта. І зараз самодіяльність на Україні, особливо хореографія, трошки піднялася. До дітей зовсім інший підход, ніж до старших артистів. Не можна дитину судити так, як професійного артиста. Организатори уверяют, все участники фестиваля – уже победители, ведь благодаря їх старанням і талантам продолжають жити українські традиції.